Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пишет Энгельгард В начале февраля был командирован в Архангельск по делам службы Февраля 5 перед самым отъездом я написал письмо поздравительной матушке моей, жившей в Петербурге Ей 8 февраля должно было исполниться 80 лет Кроме пожелания ей Господней благодати я убедительнейше просил матушку о родительском ее благословении Без которого писал я не совершить мне благополучно этого дальнего пути Отправив письмо на почту я сел в повозку и поехал До Ярославля дорога была сносная Пробыв в этом городе сутки я отправился дальше От Ярославля до Вологды дорога была невообразимо дурна Подобных страшных ухавов я не воображал возможными Точно волны морские внезапно окаменевшие от сильного мороза Разбитый до крайности от подобной ужасной качки я на ночь остановился на одной станции Чтобы до рассвета перевести дух и расправить мои сильно помятые и усталые члены Одетый как был, только без шубы, я растянулся на диване И не имея счастливой способности скоро засыпать, занялся чтением Но чтение шло плохо и рассеяно Я встал с дивана и погасил свечу в надежде, что в темноте скорее засну Но не успел я снова лечь на диван Ко вдруг, к раннему моему удивлению, вижу в нескольких шагах от меня матушку мою В сопровождении сестры моей, скончавшейся еще в 1846 году Пораженный этим непостижимым видением, я не мог ни шевельнуться, ни тронуться с места Но пристально и, признаюсь, с каким-то непонятным страхом смотрел на явившихся мне дорогих лиц Матушка совершенно, как живая во плоти, заботливая и нежно глядя, крестным знаменем благословила меня А сестра, хотя ее вполне узнать можно было, имела вид более, так сказать, эфирный, спокойный, просветленный Я внезапно взял тут лежащую спичку и зажег свечу И в светлой комнате не стало уже видения Это событие произошло ночью между 12 и 13 февраля 58 года В третьем часу утра Пробыв в Архангельске неделю, я получил письмо от зятя, которым он меня уизвещал Что в эту самую ночь матушка моя в Петербурге скончалась И я твердо верую, что всемилосердный Отец Небесный Дозволил чадолюбивой матери, видимо, лично благословить сына Который так настоятельно умолял ее о том, перед ее кончиною Случаи жизни писателя Кельсиева Журнал «Ребус» передает рассказ известного умершего писателя Кельсиева Об одном замечательном случае в его детстве Это было давно, когда я еще учился в коммерческом училище, рассказывал Кельсиев Я жил на квартире недалеко от училища А отец мой с семейством жил на Васильевском острове Он служил чиновником при таможне и занимал казенную квартиру около биржи Занятый службой он посещал меня редко Одна же ночью, когда я еще не ложился спать и читал какую-то книгу Бывший один в комнате, вижу, моя дверь отворяется И в комнату входит мой отец Бледный, такой печальный Я нисколько не удивился его прихода Объясняя его естественной отцовской заботливостью обо мне Прямо подошел ко мне и говорит Вася, я пришел тебя благословить Живи хорошенько и не забывай Бога Сказав это, он благословил меня как следует и скрылся, то есть вышел в ту же дверь Это посещение не произвело на меня никакого впечатления, как вещь обыкновенная Но каково же после было мое удивление Немного спустя, после ухода моего отца Ко мне стучат в дверь, так как я заперся, чтобы ложиться спать Отворив дверь, я увидел кучера, приехавшего за мной Он мне сказал, что отец мой только что скончался И действительно, как оказалось, он умер не более часа тому назад И именно почти в то самое время, когда я видел его у себя в комнате Тут для меня стало все ясно Благословлял меня отец умерший Явление умершего родственника У моей жены, пишет Гаррис, из Веллингтона на Новой Зеландии Был дядя, капитан на торговом корабле Он очень любил ее, когда она была ребенком Когда он бывал дома в Лондоне, он часто брал ее на колени и гладил по головке Она отправилась с своими родителями в Сидней А ее дядя продолжал заниматься своим ремеслом в других частях света А однажды, года через три или четыре После того, как она вышла в свою комнату одеваться к обеду Она распустила волосы и вдруг почувствовала, как чья-то рука опустилась на ее голову И быстро провела по волосам от маковки до плеч В испуге она обернулась, говоря «Ах, мама, зачем ты так меня пугаешь?» Она подумала, что ее мать хотела с ней пошутить Но в комнате никого не оказалось За обедом, когда она рассказала об этом происшествии Один знакомый посоветовал записать день и час число Так и сделали Немного времени спустя пришло известие, что господин Уильямс, дядя моей жены Умер в тот самый день, если принять в расчет географическую долготу Почти в тот самый час, когда она почувствовала руку на своей голове Двойник матери является умирающей дочери Елена Александр, горничная леди Уалдгреф Тяжко заболела тифозной лихорадкой И я ухаживала за ней, сообщаясь сиделка Франциска Реддель 4 октября 1880 года, около 4 часов утра Я стояла у ее постели И наливала ей лекарства Я услыхала звонок в передней Это уже два раза случалось ночью на той же неделе И обратила внимание на отворяющуюся дверь И входящую особу, в которую я тотчас же предложила Предположила мать больной Она в руках держала медный подсвечник На ней была надета красная шаль и фланелевая юбка с дырой в переднем полотнище Я посмотрела на нее, желая выразить ей, что я рада ее приезду Но женщина посмотрела на меня строго Как будто говоря, мне зачем за мной раньше не послали Я дала лекарства Елене Александр А потом повернулась, чтобы поговорить с вошедшим Но никого не было Женщина исчезла Она была небольшого роста, очень полная брюнетка Около шести часов утра Елена Александр скончалась Через два дня Ее родители и одна сестра прибыли в Антони Между первым и вторым часом утра Я и другая служанка впустили их И меня ужасно поразил живой портрет того явления, которое мне представилось две ночи тому назад Я про это явление рассказал о сестре больной И она нашла, что описание костюма вполне согласно с костюмом ее матери И что у них дома есть медные подсвечники В точности похожие на тот, который я описала Между матери и дочерью не было ни малейшего сходства Видение лица оставшегося живым В ноябре 1864 года на пути в Индию Рассказывает госпожа Эльджи Я остановилась в Каире И вот какое странное приключение произошло со мною Благодаря необыкновенному наплыву путешественников Мне и бывшим на моем попечении молодой особе девице Деннис Вместе с некоторыми из остальных пассажиров индийского парохода Пришлось остановиться в малоизвестной гостинице Мы с девицей Дэ Заняли большую мрачную комнату с высоким потолком Плохенькая обстановка состояла из двух небольших кроватей Поставленных почти посередине комнаты И совсем не касавшихся стен Из двух или трех плетеных стульев, крошечного туалета И огромного старомодного дивана Закрывавшего одну половину больших входных дверей Он был так тяжел, что его можно было сдвинуть разве только двоим или троим Вход в комнату был через другую половину дверей Прямо против двух кроватей Я была в довольно грустном расположении духа Под влиянием какого-то странного чувства А девица Дэ была вообще нервная особа Поэтому я заперла дверь и ключ положила себе под подушку А когда девица Дэ заметила, что, наверное, есть другой ключ Который может будет отворить дверь снаружи Я приставила к двери стул А на него положила мой саквояж Аж таким образом, что при малейшем толчке снаружи или стул, или саквояж Или то и другое вместе должны были упасть И наделать достаточно шуму, чтобы разбудить меня Затем мы легли спать Я выбрала постель ближе, к единственному окну комнаты Его створки доходили почти до полу По случаю жары я оставила окно открытым Предварительно убедившись, что в него нельзя влезть Окно открывалось на отдельный балкончик И от него до земли было целых три этажа Я внезапно пробудилась от глубокого сна С таким впечатлением, как будто меня кто-то звал Я села на постели И к моему беспредельному изумлению Увидела при ясном утреннем свете Проникавшим через упомянутое большое окно Моего старого глубоко уважаемого друга Который, как я знала, находился в Англии Он, по-видимому, очень желал заговорить со мной И я сказала ему Господи, как вы сюда попали? Видение было так отчетливо Что я заметила каждую подробность его одеяния Даже три запонки из оникса Которые он постоянно носил Он вступил один шаг ко мне Потом вдруг показал пальцем в противоположный конец комнаты И обернувшись, я увидел девицу Д Она сидела на постели и смотрела на призрак С выражением глубокого ужаса Я снова обернулась Мой друг, кивая головой, медленно шаг за шагом удалялся к двери И как будто проник сквозь ту половинку двери Перед которой стоял диван Я не знаю, что потом со мной было Помню только, как всю комнату заливали Ослепительные солнечные лучи Врывавшиеся в окно Мало-помалу я вспомнил о происшедшем И в моем уме возник вопрос Грезила я или меня посетил кто-то из другого мира Присутствие моего друга в его настоящем виде Было совершенно немыслимо Вспомни, что девица Д По-видимому, также наблюдала Явившуюся фигуру Я решила спросить ее, чтобы узнать Что это было, сон или видение Но нарочно не говорила с ней об этом Ожидая, не скажет ли она сама Так как она, очевидно, еще спала Я встала и тщательно осмотрела Дверь, стул и саквояж Оказались на своем месте А ключ под подушкой Диван был не тронут И эта половинка двери, очевидно, не открывалась Целые годы Спустя немного времени Девица Д проснулась Осмотрелась вокруг и бросив взгляд На стул с саквояжем Проронила замечание Что это немного помогло Что вы хотите сказать, спросила я Она ответила Но ведь тот человек, который был в комнате утром Должен же был выйти Так и в живейности Затем она принялась описывать мне То-что-то же самое, что видела я Я не сказала ей о том, что я видела И растердила ее, притворно приписывая Все это ее воображению Я показала ей ключ, еще лежавший у меня под подушкой На стул и саквояж, стоявший на своем месте Затем, так как она была вполне уверена Что видела в комнате кого-то Я спросила у нее, знает ли она, кто это был Нет, сказала она Я никогда не видела его раньше И даже не знаю никого похожего на него Вы никогда не видели его портрета, спросила я Нет, ответила она Девица даже совсем не знала Что я видела И тем не менее дала третьему лицу точное описание того Что мы обе видели У меня, естественно, явилась мысль Что мой друг умер Однако я не угадала Я встретилась с ним спустя четыре года И не говоря о происшествии, бывшем со мной в Каире Спросила его Не может ли он припомнить, что он делал вечером Такого-то числа в ноябре 64-го года Вот прекрасно, сказал он Вы требуете от меня слишком хорошей памяти А однако, подумав немного, он прибавил Но ведь именно в этот день я так беспокоился Не зная, решиться мне или нет Взять место, которое мне предлагали Как я жалел, что вас нет со мною И нам нельзя вместе поговорить об деле Я засиделся у камина до глубокой ночи Усиливаясь угадать Как бы вы посоветовали мне поступить? Несколько дальнейших вопросов и сравнений Чей сил выяснили замечательный факт Его размышления у камина и моя галлюцинация Приняв в расчет разницу в часах между Англией и Каиром Произошли в одно время Я рассказала ему выше приведенные факты И спросила, не заметил ли он в себе особенного неприятного чувства Он сказал, что не заметил, а только сильно желал видеть меня Явление умиравшей бабушки, не узнанной видевшим Вечером 26 октября 1972 года внезапно почувствовал себя нездоровым я И лег в постель около половины десятого Часом раньше обыкновенно Почти точно же я заснул и увидел сон Он был так жив и произвел на меня столь сильное впечатление Что я по пробуждении сказал о нем жене и боялся, что мы скоро получим дурные вести Мне представилось, будто я сижу с книгой за столом в зале Вдруг передо мной явилась старая дама Она тоже сидела за столом с другой стороны Не говоря ни слова и не шевелясь Она пристально смотрела на меня А я смотрел на нее Это продолжалось по крайней мере минут двадцать Меня поразила ее наружность У нее были седые волосы Срезвычайно черные брови и пронисательный взгляд Я не узнал ее и счел за совсем чужую Затем мое внимание было привлечено отворившейся дверью Пошла моя тетка И видя, как старая дама и я смотрим друг на друга с крайним удивлением Сказала укоризненным тоном Джон, разве ты не знаешь, кто это? И не дав мне времени ответить, продолжала Ведь это твоя бабушка Тогда бесплотная посетительница неожиданно встала со стула Обняла меня и исчезла В эту минуту я проснулся Впечатление было так сильное, что я взял свою книжку И записал этот странный сон В полном убеждении, что он предвещает дурные вести Тем не менее, прошло несколько дней А никаких неприятных вестей не было Наконец, однажды вечером я получил письмо от моего отца Он сообщал мне о внезапной кончине моей бабушки Она умерла в ту самую ночь, когда я видел сон И в тот же час, в половине одиннадцатого Месяца через четыре после ее смерти Я отправился на остров Уайт Где она жила, желая узнать от родных Какова была в действительности моя бабушка Тетка и двоюродная сестра Подробно описали мне ее наружность И их описание удивительным образом совпадало с наружностью Того лица, которое явилось мне во сне У бабушки были седые волосы и черные брови А это именно и поразило меня всего более во время моего сновидения Как я узнал далее, она очень занималась своим чепчиком И всегда внимательно наблюдала, чтобы все до последней ленточки было на своем месте И весьма любопытная вещь Во время сновидения я заметил, как она время от времени нервно трогала ленточки на своем чепчике Как будто боялась, что они не на месте Моя двоюродная сестра, находившаяся при бабушке в минуту ее смерти Говорила мне, что за несколько времени до смерти с нею был бред Однажды в этом состоянии она обвела руками шею моей двоюродной сестры Потом, открыв глаза и придя в сознание, сказала с удивленным видом Ах, Поли, это ты? Я думала, что это кто другой Последнее обстоятельство кажется мне весьма замечательным Так как она сделала это самое перед тем, как исчезла из зала Необходимо прибавить, что я не видел моей бабушке 14 лет Когда я видел ее в последний раз, у нее были черные волосы Они мало-помало посидели, а брови остались черными Я могу утверждать, что никто не говорил мне об этой особенности Переходной случай видений в состоянии между сном и бодрствованием 21 октября 1981 года, сообщает господин Марчент Около двух часов утра, когда я в совершенно бодрственном состоянии Смотрел на лампу, горевшую на моем умывальном столе Кто-то вошел в мою комнату, как я полагал по ошибке И остановился, смотря в зеркало на столе Затем мне скоро представилось, что по одежде и прическе длинных волос На затылке это Робинсон Кельси Когда я приподнялся в постели и крикнул, явление немедленно исчезло На другой день я сказал некоторым друзьям об этом странном явлении Но в следующую же среду человек, который прежде служил у меня пастухом Пришел и сказал мне, что Робинсон Кельси скончался Сильно желая узнать, когда он умер, я обратился за известием в город Вуду К семейному гробовщику К Вуду в Вилкфильде, господину Вуду Он узнал о девере покойного, что он скончался в два часа утра Мне никогда прежде не приходилось испытывать чего-нибудь подобного Мне 72 года от роду, я никогда не чувствую себя нервным Я не боюсь ни покойников, ни их призраков Передаю вам набросок плана спальни и так далее В ответ на расспросы господина Марчент пишет С Робинсоном Кельси случилось несчастье Он упал вместе с лошадью и с тех пор казался временами неспособным к делу У него была ферма в Пеншерсте в Кенте Приятели уговорили его покинуть ее Тогда он переселился в свое собственное имение Батнорс Гол В Вилкфильдском приходе, в Сурей Я не вспоминал и не говорил о нем в течение 20 лет Так как призрак прошел между моей кроватью и лампой Я видел его совершенно ясно Нельзя было ошибиться Когда он остановился перед зеркалом Я с ним заговорил и он тихо исчез Вероятно прошло дней 10 Пока я через господина Вуду узнал час его смерти Явление призрака, умершего другу Однажды, рассказывает господин Раулингсон В декабре 1881 года Утром, когда я одевался Мною вдруг овладело твердое убеждение Что есть кто-то в моей уборной Оглянувшись, я никого не увидал Но затем мгновенно возникли Перед моим умственным взором Я полагаю Все черты лица и вся фигура Старого моего друга Хэ Вы можете вообразить Что это произвело на меня Глубокое впечатление Я немедленно пошел в комнату жены И сообщил ей о случившемся Высказав при том, что, боюсь, не умерли Хэ Мы этого предмета коснулись еще несколько раз В тот день В следующее утро я получил письмо от брата Хэ Бывшего тогда главным консулом в Одессе О пребывании которого в Англии мне не было известно Он уведомил мне о смерти брата Последовавшей в то самое утро В три четверти девятого Именно в это время явление показалось в моей уборной Надо приваять, что два месяца тому назад Мы узнали, что Хэ заболел раком Однако мы еще не так скоро ждали его кончины Никогда в других случаях у меня не было Никаких галлюцинаций чувств И я твердо убежден, что никогда не будет 14 мая 1961 года наш сын Джордж Прекрасный и набожный 19-летний молодой человек Из всего мира был переведен в мир духов Когда уже приближались его последние минуты Я и мать его одни сидели у его постели И когда он испустил последний вздох Я тихо проговорил Он умер Жена спросила, который час? И затем, заметив, что утреннее солнце Освечит сквозь шторы комнаты, выходящие на восток Она сказала, смотри Солнце поднимается как раз в тот момент Когда наш дорогой сын поднимается к небу Я нарочно упоминаю о восходе солнца В момент его смерти Господин Ильянс Весьма образованный и достойный человек Женат на нашей старшей дочери В то время он жил в своем доме в Сити Он спал в комнате, выходящей на восток Он подтверждает, что он крепко спал Когда вдруг ему показалось, как будто кто-то схватил И крепко сжимал ему руки Он моментально поднялся с постели Около которого видал Джорджа Держащего ему руки И улыбающегося ему особенно кротко и нежно Казалось, как будто Джордж в ночном костюме Господин Ильянс совсем не испугался Он понял, что это дух Джорджа И присутствие последнего вызвало в нем Спокойное чувство мира и счастья Продолжавшееся несколько часов Так они держались за руки и глядели один на другого В течение минуты или более Затем явление выпустило руки друга И дух Джорджа исчез Господин Ильянс заметил, что солнце сквозь штора Освещало его комнату Он был и остается под впечатлением, что видел Джорджа Только при этом свете, а не при другом освещении В восемь часов господин Ильянс пошел в комнату своей жены И сказал ей в присутствии матери и няни, что Джордж умер Слышал ли это от отца? Спросила она его Нет, я видел Джорджа Он утром зашел в комнату до восхода солнца О, какие глупости! Ты это видел во сне, Джемс! Во сне я никогда так не бодрствовал Я не только видел его, но чувствовал, как его рука сжимали Руки сжимали мои Пустяки, Джемс Я знаю, что он бедный и очень болен Но отец не ожидает еще смерти Господин Ильянс спокойно ответил Вот увидим, моя дорогая Наверное, сейчас от отца придет письмо или посыльный Час спустя господин Ильянс получил ожидаемое письмо Господин Ильянс и Джордж были очень привязаны друг к другу Во всех тревогах и заботах его детства Джемс был ему другом и наперсником Джордж Барт Слух и видение на расстоянии 9 сентября 1848 года Во время осады Мутана Мой муж генерал-майор Ричардсон Состоявший тогда адъютантом в своем полку Был тяжело и опасно ранен Он думал, что умирает И попросил одного из бывших при нем офицеров Снять с его пальца кольцо И послать его жене Которая в то время была в Ферразепорте На расстоянии 150 миль 9 сентября 1848 года ночью Я лежала в своей кровати В превосходном состоянии между сном и бодрствованием Когда я ясно увидела, как моего мужа уносят с поля сражения С серьезно раненым И слышала его слова Возьмите это кольцо с моего пальца И отошлите его моей жене Весь следующий день Я не могла забыть Ни явление, ни голоса В свое время я узнала Что генерала Ричардсона Серьезно ранили при осаде Мултана Он, однако, выздоровел И ныне еще жив Некоторое время после осады Я узнала через полковника Эл Который помог унести Моего мужа С поля сражения Что последний действительно обратился к нему С просьбой насчет кольца В тех же выражениях Которые я слышала в серозепоре В тот самый момент Призрак сообщает О переходе в своем В загробную жизнь Вот рассказ мисс Госмер Знаменитой скульпторши Молодая итальянка по имени Роза Служила у меня в течение некоторого времени Но наконец должна была вернуться домой По причине плохого здоровья Когда я по своему обыкновению Ездила верхом Я часто заезжала к ней Однажды я заглянула к ней Около шести часов вечера И нашла ее гораздо свежее прежнего Я давно потеряла надежду На ее выздоровление Но в ее наружности Не было никаких признаков Которые могли бы Произвести впечатление Близкой опасности Я уехал от нее Думая, что буду у ней часто бывать Она пожелала бутылку Какого-то особенного вина Которую я обещала привезти ей На следующее утро Не помню, что упростившись с Розой Я вспомнила о ней В продолжении вечера Я легла спать Здоровая и спокойная Но после крепкого сна Я проснулась удрущенной чувством Что кто-то находится в комнате Но я рассудила Что кроме моей прислуги Никто не может войти У ней был ключ К одной из двух дверей Ведущих в мою комнату Которые обе были замкнуты Я смутно различала Мебель в комнате Моя кровать стояла В середине комнаты А вокруг нее В ногах стояли ширмы Полагая, что может быть Кто-то за ширмом Я спросила, кто там Но ответа не получила В этот же момент Часы в соседней комнате Пробили пять И я увидала Розу Стоящую около моей постели И не знаю каким образом А может быть и Непосредством слов Она сообщила мне следующее То есть Теперь я счастлива Я довольна И на этом образ исчез За завтраком я сказала подруге Которая занимала со мной одну комнату Роза умерла Что вы этим хотите сказать Спросила она Ведь вы сказали Что вчера нашли ее Гораздо лучше прежнего Я рассказала ей Утренний случай И прибавила Что я убеждена Что Роза умерла Она смеялась И сказала Что я вероятно Видела это во сне Я уверила ее Что я совершенно Бодрствовала Она продолжала шутить И надоедала мне Ненастойчивость Из которой уверяла Что это должно Было быть Видение Сновидение Когда я ясно знала Что бодрствовала Чтобы решить вопрос Я позвала посыльного И послала его К Розе Узнать о ее здоровье Он вернулся С известием Что она умерла В это же утро В пять часов Я в то время Жила В вилле Бамбуина Посмертное Заявление Следующий факт Был сообщен Господина Тимофеем Купер Отец мой Был священник Баптист Сагем Кембридж Шаре В 1849 Году Я как член Многочисленного Семейства Оставил Отцовский дом И пустился В борьбу с жизнью Искренняя любовь Связывала меня С матерью После годового Отсутия Вдруг в торопях Призвали меня К дорогой матери Которую считали Умирающие Я получил отпуск На неделю Возвратился домой И накануне Моего отъезда Из отцовского дома Стоя у кровати Матери Сказал ей Когда вам придется Умереть Дорогая матушка Не найдете ли вы Возможности Явиться мне И уведомить меня Приду Если только будет Возможно Сказала она 7 октября 50-го года Утром Я проснулся И мне показалось Как будто Мягкая рука Меня трогает И знакомый Голос говорит Я умерла И что-то Находящееся Рядом Со мной Исчезло Я разбудил Молодого человека Который спал Со мной В одной комнате И сказал ему Моя мать Умерла Она только что Была у меня И сама Сказала В этот момент Часы на лестнице Пробили Три часа Я получил Известие Что моя мать Умерла В три часа Без пяти минут Предуказание Смерти друга Следующий факт Рассказывает Госпожа Семербель Которая Никогда Не подвергалась Галлюцинации В течение Многих лет Я находилась В самых близких Отношениях С семейством Голландского дворянина Жительствующего В Голландии В начале Июля 1881 Года Я от старшей Дочери Его Получила Письмо Извещающий Меня О серьезной Болезни Ее отца С тех пор Меня ежедневно Извещали О его состоянии 27 июля Я получил Открытое письмо С сообщением Что он чувствует С себя Немного лучше Я в то время Находилась В Вельсе И сильно Страдала Невралгией В ночь На 27 Я лежала И не могла Уснуть От боли Я конечно От времени До времени Дремала Но я наверное Знаю что я Бодрствовала В то время Когда происходил Случай Который Собираюсь Рассказать Начинало Расцветать И ясно Различало Все Находящееся В комнате В комнате Предметы Все Не надо Надо ли Упомянуть О том Не знаю Что в Голландии В случае смерти Знатной особой Нанимается Так называемый Трювер Детермент От человека Одет весь В черном Во фраке В коротких Штанах В треугольной Шляпе С полей Которые Висят Креповые Ленты Его обязанность Состоит в том Чтобы явиться Ко всем знакомым Покойникам Произвестить их О его смерти В упомянутое утро Я видела Что отворяется Дверь моей комнаты И входит Этот посыльный Он ничего не сказал Но стоял Держа в руках Длинную бумагу Я ясно помню Что спрашивал у себя Не уснула ли я И не вижу ли сон Я оглянулась Посмотрела на Окружающие предметы На окно В которое проникал Слабый свет Сквозь спущенную штору Я посмотрела На мои часы Было около пяти часов Затем взглянула По направлению Вошедшего человека Но его уже не было Прошло около шести лет С тех пор Как я в последний раз Прожила несколько времени В Голландии Я уже успела забыть Про этот обычай Извещать о смерти Или скорее Не вспоминала о нем Уже несколько лет Оказалось Что друг госпожи Семербель Умер приблизительно За полтора часа До ее видения Ведение умершей Следующий случай Сообщил господин Гудьир Я должен заметить С самого начала Что мои друзья Считают мои нервы Железными Что я страстный Охотник До атлетических игр И что воображение Или страх Никогда не первенствует В моих чувствах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому